Эта программа говорит Губерния. Наш телефон 456645. У меня просьба к вам. Если вы знаете свою родословную, но родословную это не бабушка-дедушка, хотя бы прабабушка, прадедушка, а лучше прапрапрадедушка, позвоните, расскажите. Честно говоря, мои знания о семье заканчиваются на прадедушке. А ты вот знаешь кого-нибудь? Ну ты знаешь, нет, есть определенные знания, где-то, наверное, до прапра. Да, вот, ну, где-то начало 20-го века, вот там еще хоть как-то прослеживается. Ну, естественно, рассказывали бабушки, дедушки, хотя бы из этого слова. Нет, откуда приехали? Украина и, соответственно, ну, западная часть страны. А у меня Забайкалья и Белоруссия. Ну, тоже западная часть страны, даже Забайкалья уже для нас это, в принципе, запад. Нет, я знаю, что у меня дедушка это потомок вот тех, кто был сослан в Якутию, возможно, даже декабристы, вот их потомок апосты уже перебрался в Хабаровск. Но это как минимум. А те, кто с Украины, там уже достаточно разношерстно и безжадия из Голодомора в том числе, поэтому очень своеобразная история. Но это хотя бы то поколение, ну, то есть, когда уже что-то записывалось, уже были люди грамотные и, в принципе, информация передавалась более-менее. До этого, ну, понятное дело, вы стоите уже. Так вот, если вы думаете, что если вы не проследили, не успели у своих родителей, дедушки, бабушки, прадедушки узнать, кто были ваши предки, оказывается, не все потеряно. Оказывается, свою родуословную можно восстановить. И в этом поможет проект, который организован Автономной некоммерческой организацией Дальневосточный Центр социальных технологий. И руководитель проекта под названием «Вспомнить каждого» у нас сегодня в студии Марина Степко. Здравствуйте. Я напомню, что вообще проект «Вспомнить каждого» был приурочен к Великой Отечественной войне, да? Да, да, да. Вы стали разыскивать сначала ветеранов. Нет, на самом деле история немножечко другая. Мы обрабатывали достаточно конкретный пласт документов, который, ну, в нашем Хабаровском крае публичном еще не было. Это документы военных комиссариатов. Вот. И, ну, на самом деле у нас в принципе история богатая, и разные пласты и архивы, но мы вот в нашем проекте «ВТОМ» в конкретном работали именно с периодом Великой Отечественной войны. Но поскольку мы встречались, общались с людьми, нам было интересно, что их беспокоит, что их волнует. На самом деле мы увидели, что диапазон вопросов, он связан с достаточно широким периодом. То есть это и репрессии, это и нестандартные ситуации, когда дети, например, из детского дома готовы искать свою информацию о себе. Вот. И решили уделить этому в будущем сейчас чуть больше времени. А вот насколько глубоко можно уйти в историю? Я имею в виду 100, 150, 200 лет. Вот насколько есть эта информация? Ну, если быть дотошным, то можно до 16-18 века. Но я хочу сказать, что это, знаете, своего рода логические задачи. И вот надо начать разбираться. Отматывать по цепочечке, посмотреть, в каком регионе какие документы сохранились, как употреблялись, как назывались слова, то есть как менялись фамилии. И вот так вот потихоньку, я знаю примеры, да, 16-17 века. Но это ведь нужно просто проводить огромное количество времени в архивах. Они вообще оцифрованы? Вот сейчас есть ли возможность как раз-таки, сидя дома, да, за компьютером, или там в офисе найти какую-то информацию? Или это придется вот действительно просиживать огромное количество времени? Это зависит от содержания документов и от региона. То есть мы знаем, что у нас, например, по закону об архивной деятельности, свободный доступ наступает через 75 лет. И то есть это когда документ уже может поступить в широкое использование. Но вместе с тем есть разные прецеденты, когда госархивы действительно в электронной системе делать виртуальные читальные залы, в Санкт-Петербургском архиве можно зайти за достаточно большую посуточную плату, получить доступ вот непосредственно здесь и сейчас. Давайте расскажем про ваш проект. Вот я житель Хабаровска, я хочу узнать, откуда приехали мои предки. Что я для этого должен сделать? Обратиться к вам? Я думаю, что если мы говорим вот просто про человека, про жителя Хабаровского края, надо, во-первых, понять, какие документы есть на руках. Что может понадобиться? Ну, в первую очередь мы смотрим вообще просто, что у нас есть. Какие у нас справки, автобиографии, фотографии, что написано на оборотных сторонах фотографии, потому что это же тоже информация, ее надо как-то соединить. Мы можем посмотреть, что у нас есть из документов. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о смерти. Казалось бы, ушел человек, а тем не менее это информация. И уже после этого, когда мы понимаем, что у нас есть часть информации, мы можем обращаться в государственную структуру, например, для дополнения этой информации. А если есть только фотографии? Ну, чаще всего семейные альбомы сохранились. Но часто там даже не знают ни фамилии, вот кто-то из предков. Можно по лицу вот искать? Ну, это вариант нейросетей. Некоторые говорят о том, что такое работает. Но, к сожалению, вот это пока на уровне игр. То есть есть в интернете программы, но достоверно известные работающие такой вот программы, чтобы прямо вот искать, и это был бы именно этот человек, такого нет. То есть я могу по своей фотографии оказаться похожим, ну, не знаю, там, на Анжелину Джелину. Вы знаете, у нас телефонный звонок, да? Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Слушаем вас. А вот такой вопрос. Вот мне вот надо вот узнать историю своей вот про бабки, подтвердить свое родство, там, про деда. Вот как вас найти, как, чего вы, какой-нибудь адресочек, так, это самое. Куда обращаться? В ЗАГС обращался, а документы все утеряны, все в гражданскую войну. Спасибо за звонок. Ну, в первую очередь, наверное, у меня можно найти через сети интернет, у нашей организации есть сайт, набрать, Дальневосточный центр социальных технологий, вспомнить каждого. Это самый короткий путь. Ну, к сожалению, вот особенно у пожилых людей допуска в интернет нет. Карла Маркса 74 находимся, то есть это адрес офиса. Но с точки зрения того, где и как искать последовательность, я думаю, что услышала про гражданскую войну, то есть это даже, это хорошо, когда мы уже знаем за Великую Отечественную войну. Но надо в любом случае подготовить документы, потому что у нас обращаться в архивы, в официальную структуру, можно официальным родственникам. И есть такая коллизия, что мы должны подтвердить, что непосредственно там остальные родственники по цепочке, да, обращаться может самый старший человек, что их, допустим, к сожалению, нет, или мне это право обращаться за генеалогической информацией делегировано, ну, то есть, ну, позволено, доверили, доверили. Ну, вы знаете, вот сейчас был звонок, я сразу вот подумал, что, видимо, те, кто будут к вам обращаться, будут надеяться, что они, знаете, предоставят всю информацию, и вот, мол, ищите, пожалуйста, сами. Но ведь не только вы сами ищите, да, но и должны искать сами родственники. И, получается, так, кто занимается поиском? Потому что это же колоссальная работа, это не один месяц. Ну, давайте, во-первых, посмотрим, да, то есть, если мы говорим о поиске информации о людях, допустим, ну, доступной, да, как об услуге, то, или, допустим, как мы сейчас хотим это сделать, упаковать в проект, организовать такой проект, в котором люди могут обратиться, вот. Но очень большие возможности есть у человека, когда он хорошо дружит с интернетом. Потому что в наше время, во-первых, достаточно большое количество информационных баз, есть очень хороший сайт, который называется Всероссийский генеалогический форум, где можно поискать, посмотреть по территории, по времени, как какие источники информации фиксировали тот или иной исторический промежуток. Вот. Это, ну, самый главный первый ресурс. И плюс я бы хотела еще отметить в последнее время это развитость интернет-сообщества. Есть тематические группы, в которых можно обрисовать свою ситуацию. Если вот вы почитали, не поняли, можно обрисовать свою ситуацию, и вполне возможно, что вам просто дадут какой-то совет. Но если вы обращаетесь к другим людям, вот как мы, как некоммерческая организация, мы готовы не зарабатывать на этом деньги, но мы с помощью проектов ищем хотя бы возможность себя поддержать. Вот. Но либо вы понимаете, что это услуга, либо вы, ну, работаете с интернетом. Ну, вот мы очень хотим выиграть проект. А может, раз прошу, кто вас финансирует? Вы выигрываете какие-то гранты, либо это частные вложения? Ну, когда у нас есть какая-то сфера, которая нам вот очень дорога, даже прежде чем организовать проект, мы очень много времени тратим личных, иногда личных, в том числе и финансовых ресурсов. Если мы говорим про проект «Вспомнить каждого», это была поддержка фонда «Президентские гранты». То, что было... А центр семейной истории? Центр семейной истории – это наша новая идея, в рамках которой мы готовы работать. И, допустим, сам проект закончилось в финансировании в ноябре. Мы еще с добровольцами продолжали на протяжении трех месяцев просто работать за свой счет. Вот. Но и... Что хочу сказать? Ну, вот у нас еще прошла фандрайзинговая кампания, когда мы предложили людям нас поддержать, если они считают значимыми. Такие люди нашлись. А, назвать можно? Да, конечно. Отдельное спасибо, наверное, хочется сказать, потому что это была фандрайзинговая кампания, но на то, чтобы наш ресурс dvarchiv.ru, в котором находятся документы военных комиссариатов, вот существовала в сети, вот. Нас поддержало порядка 22 человек. Отдельное спасибо Иванову Никите Михайловичу, который, как он написал, вот прочитал книгу «Архипелаг ГУЛАГ», его впечатлила история с памятью о людях. И вот, и как раз на глаза ему попался наш проект, и он целую 21 тысячу перечислил в пользу проекта, чем меня очень удивил. Спасибо большое. А это предприниматель, нет? Нет, это программист. Я даже не знаю, с какого он региона, но огромное спасибо, потому что вместе с каждым рублем кто-то один рубль перечислил в поддержку проекта, кто-то 200, кого-то заинтересовало рисование генеалогического дерева, которое мы оценили в сумму, допустим, там, 4 тысячи рублей. Но спасибо большое каждому, потому что где-то это решающая цифра, а где-то это знак внимания и в пользу того, что то, что мы делаем, это важно для людей. Да, конечно, важно. Спасибо, что нашли время. У нас в гостях была Мария Степко, руководитель проекта «Вспомнить каждого». И вот продолжение его проекта «Центр семейной истории» вот только заработал в Хабаровске. Благодарю вас.